Привет! Вот только закончил смотреть интервью с Татьяной Васильевой и как-то вот специально не теряя ни секунды решил записать это видео на свежих эмоциях, на каком-то вот этом ощущении актуальности. Я записывал, записывал дел по метке, о чем хотел бы поговорить. Для меня это, сейчас вот я поставлю на штатив телефон, сейчас секундочку, так, давай-ка, давай-ка, поставил перед окошечком. Сейчас я надену маечку, немножечко у нас будет такого стриптизика. Возьму ноутбучик, возьму табуреточку и вот перед окошечком, сейчас мы поговорим на эту тему. Почему я вот так вот сразу, сразу решил записать это видео, только посмотрев, потому что безумно вообще все эти темы, которые поднимаются в этом интервью, для меня актуальны. И я прям на взрыв, как бы готов, готов о них говорить, готов их обсуждать. Наверное, для того, чтобы начать, для того, чтобы начать этот разговор, я хочу сказать о том, что вчера, вчера ночью я записал такое большое видео об итогах месяца января. Оно для меня было очень тяжелым, очень тяжело было, конечно, публично признаваться в своих каких-то неудачах, в своем, в том, что там тебе столько лет. Так, меня бесит это леопердовое покрывало. Я, конечно, оно у меня есть, но мне оно не нравится. Как оно выглядит в кадре, пускай будет полосатое. Постельное белье, сорян за мои труселя. Пускай будет лучше так. Значит, вчера я записал это видео про итоги января, признался во многих своих каких-то чаяниях, надеждах, разочарованиях. И честно скажу, что я боялся утра, боялся, с какой эмоцией я проснусь, что я буду ощущать, будет ли мне стыдно, будет ли мне страшно, будет ли мне одиноко, буду ли я считать себя неудачником, глупым. И я понял, что нет, я проснулся с какой-то легкой душой, с какой-то свободой. Я подумал, блин, ну неужели наконец-то, наконец-то я освободил себя от этого груза. Больше не нужно врать. Да, я не всесилен, да, я... Да, не все подконтрольно мне, но это не делает меня плохим человеком, это не делает меня неудачником, это не делает меня слабым. В этом моя сила. И вот утро после этой мысли я зашел в YouTube, посмотрел, что у меня там 11 просмотров, моя эта откровенность осталась незамеченной. И это тоже в каком-то смысле я подумал о том, что так много я какого-то закладывал, закладывал какой-то ответственности на это, и совсем не рассчитывал, точнее, совсем не думал о том, что может быть это вообще никто не увидит, это моя откровенность останется таким, по большому счету, монологом с самим собой, который никто никогда и не увидит. И, ну, и, в общем-то, да, и что теперь-то, собственно, с этим делать? И когда я проснулся, я подумал, ну, блин, никто это и не увидел, я так сильно переживал, да, вот, что я там скажу, кто что подумает, да, это даже никто не посмотрел, блядь, ну, что за... что, Серега, ты себе наворачиваешь, какие-то, да, там, драмы в голове? Вот это про то, как мы часто много к чему-то относимся с каким-то, там, накручиваем себе в голове, а по большому счету ничего и не произошло. Ну, признался я в том, что я... что что-то идет в моей жизни не так. Ну, об этом никто, собственно, и не узнал, и я так боялся, что кто-то будет знать об этом. И сразу после этого, как я посмотрел, то, что у меня там этих, там, сколько там, просмотров, 7, 8, 11, не помню, сейчас уже, там, я заходил, 11. Следующим сразу у меня открылось интервью в моей ленте Татьяны Васильевой у Ирины Шихман в проекте «Поговорить». Скажу честно, я достаточно давно не смотрел уже никаких интервью у Ирины Шихман, что-то темы, которые поднимались у нее, там, мне были не очень интересны, актуальны, и как-то, когда ты выбираешь контент в режиме такой большой загруженности, ты всегда думаешь, точно ли ты хочешь вообще это смотреть, точно ли ты получишь оттуда какой-то опыт, какую-то информацию, что-то важное для себя, чтобы, ну, чтобы это время прошло не зря, да. И я так, когда увидел это интервью с Татьяной Васильевой, Татьяна Васильевна, достаточно, ну, сложно мне сказать, что это моя любимая актриса, но, ну, там, фильмы, там, «Самая обаятельная, привлекательная» вместе с Ириной Муравьевой, вот Ирину Муравьеву я всегда, в моем детстве, это всегда был клон моей матери, я всегда, когда видел вот этот вот фильм «Самая обаятельная, привлекательная» или «Карнавал», да, и видел там Ирину Муравьеву с этой песни «Позвони мне, позвони». Я помню, у моей мамы был песенник, я когда-то находил книжку с песенником у нее, и у нее там была эта песня «Позвони мне, позвони». Я всегда думал, да, они так похожи мне всегда казались, и как-то вот в этом фильме «Самая обаятельная, привлекательная», там, где играет Татьяна Васильевна, Татьяна Васильева, господи, мне всегда нравился этот тандем, вот этот ее, вот эта необычная, необычная харизма, темперамент, эта актерская игра, еще фильм был «Здравствуйте, я ваша тетя», в котором тоже она очень запомнилась мне вот этой своей какой-то вот этой дурашливостью какой-то. Я всегда как-то в каком-то смысле где-то увидел себя в этом тоже. Как-то мне это была фраза. Нет, это был такой сверху. Такой. В общем, ладно. И, конечно, когда я увидел превью этого ролика, этого интервью, я включил его с таким, ну, как-то вот с желанием получить что-то, какой-то интересный опыт, еще заголовок, конечно, там, да, так к себе очень сильно привлекал. Я подумал, да, я потрачу время не зря. И, говоря откровенно, я действительно потратил не то, что время не зря, я понял, что я точно запишу обзор на эту тему, сделаю огромное количество выводов и хочу разобрать. Я не знаю, стоит ли делать вот эту сноску на то, что здесь прозвучит много спойлеров в моем обзоре, да, в моем разборе этой темы, будет ли считаться это спойлером или нет. Если кто-то хочет сначала посмотреть интервью Васильевой, чтобы как-то воспринимать мои слова по-другому. Либо все-таки, так как мой разбор будет в большей степени касаться моей собственной жизни, да, вот на основе тех фактов, о которых говорила она, о харассменте, да, о необходимости там спать для продвижения в карьере и вот это вот это все. Это, в принципе, будет, скажем, я не буду давать никаких оценок, я буду говорить исключительно о своем опыте в контексте вот этого интервью. И я понял, что обязательно нужно будет это сделать. И первое, что нужно будет сказать, я не знаю, знает ли об этом кто-то из тех, кто смотрит, или не знает, или догадывался, или не догадывался. В общем, я гей и, к сожалению или к счастью, вот эту тему невозможно будет обозревать без того, чтобы сообщить эту информацию. И насколько это... Я сейчас поясню почему, потому что просто рассказывать беспредметно не получится, чтобы этот разговор был честным, а я очень хочу, чтобы он был честным, нужно иметь во внимании вот эту вот самую деталь. То, что я гей и то, что все те предложения там о продвижении в карьере поступали от мужчины, это очень важно. И на самом деле у меня на работе всегда коллеги как-то не могли понять, почему я так всегда как-то эмоционально реагирую на тему харассмента. Да, вот как-то вот у меня всегда как-то немножечко как-то с иронией меня воспринимали, когда я говорил о том, что вот есть такое понятие как харассмент, вот почему, как многие там пользуются, сейчас дело не в том, мужчины или женщины, кто пользуется своим положением на работе. Да, и я всегда говорил о том, что как это, как важно отслеживать, это как важно этого не допускать, как важно все-таки понимать, где ты соглашаешься на какую-то, на какое-то, ну скажем, реагировать на какие-то предложения своего руководителя именно как сотрудник или все-таки это твое личное было желание, да? И теперь, я думаю, если кто-то из моих коллег это увидит, для них станет понятно, почему я так реагировал, потому что я как гей очень часто сталкивался именно с мужским проявлением желания, скажем так, в общем, получить какую-то, с желанием предоставить какую-то, какие-то блага взамен на секс, да? Я когда-то несколько лет назад ходил на интервью к Сергею Павловичу, и там касался этой темы на канале Люди Про, и совсем скользко эту тему говорил, говорил о том, что я получал предложение сексуального характера для продвижения в карьере, но все это без подробностей всегда было очень, ну очень, 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 очень обтекаемо. И мне кажется, вот пришел тот самый момент расставить все точки над «и». в интервью Ирине Шихману Татьяна Васильева говорила о том, что она была благодарна за те роли, которые она получила в театре, и она понимала, что талантливых актрис много, и только режиссер может сделать из миллиарда, там, из пятидесяти актрис, которые пришли на кастинг, он из каждой из них, все они талантливые, все они классные, и хороший режиссер при желании может сделать примой любую из них, и именно поэтому она как-то с абсолютным чувством осознанности соглашалась на секс с режиссером. Сначала это было типа без любви, а потом впоследствии она понимала, что это, ну, что эти отношения с режиссером порой даже были ближе, чем с мужем, да? Да, как-то столько вот заботы, внимания, да, какой-то поддержки она не получала даже от мужей, сколько от режиссера, но изначально это была благодарность за то, что он выбрал именно ее и так далее. Сейчас можно долго спорить на эту тему, кто-то будет говорить о том, что если бы, ну, типа, почему у талантливого режиссера больше ресурсы, чем у талантливого актера и так далее и тому подобное, можно на эту тему спорить, но факт остается фактом, что в моей личной жизни я всегда, я всегда, скажем так, я вырос, я уже много раз рассказывал о том, что я вырос в абсолютно бедной семье, даже нищей семье и при всем уважении к моей бабушке, да, которая пыталась одна, наверное, вот из всей нашей многочисленной семьи как-то вот хоть что-то сделать в нашу жизнь как-то всех, всех нас, меня, моей мамы, моего дяди, моего дедушки, моей прабабушки, даже моего отца, который все жили в одной квартире, в семером, да, всех она пыталась вынести, да, и при всем уважении к моей бабушке, я вырос в нищей семье и как-то я всегда понимал о том, что почему-то у меня было такое чувство того, что всего я должен добиться сам, я не знаю, как так получилось, у меня всегда моей настольной книжкой была, даже не настольной, ну, будет неправильно звучать настольная, как-то я вот вырос в этих, в этом вот, в этой парадигме, когда тебе, когда ты считаешь, что, ну, добиваться чего-то без любви, ну, точнее, я не против отношений из серии продюсер-артист или режиссер-актриса, там, художник-модель, да, натурщица, там, да, фотограф-модель, мне кажется, это всегда максимально естественным, но по любви, да, с удовольствием может продюсер встречаться со своей подопечной и жить вместе, и любить, да, друг друга, и помогать, соответственно, друг другу в карьере, да, но все по любви. Вот у меня была всегда такая парадигма, просто для продвижения, зачем мне нужна профессия, зачем я буду выбирать профессию, в которой мне нужно будет заниматься сексом с людьми, которые мне не симпатичны, чтобы быть успешным в этой профессии. Ну, разве это не парадоксально? Зачем? Зачем нужно, получается, причинять себе какой-то дискомфорт, жить какой-то двойной жизнью, постоянно обманывать, постоянно врать, делать вид, что у вас ничего нет с этим человеком, делать вид, что ты просто талантливо прошел какие-то кастинги, и мне казалось, что это ненормально, что если ты хочешь прожить счастливую жизнь, ты можешь встречаться со своим продюсером, но вы должны друг друга любить. И, ну, как-то вот в моей жизни так не получалось. И я вот вижу, что в жизни Татьяны Васильевой тоже так не получалось, что... И она готова признать то, что она встречалась там с режиссером, потому что была благодарна ему за... Он ей не нравился, у нее были молодые, приятные, классные ухажеры, да, мужья, которые нравились ей намного больше, да, и спала она из чувства благодарности. Вот мне эта парадигма казалась всегда невозможной, но по жизни, по жизни, такие возможности мне постоянно подворачивались. Скажем, когда я только начал заниматься музыкой, когда я начал выпускать свои первые сольные песни, я имею в виду не демки какие-то, которые были записаны дома на микрофон, а уже хотя бы маломальские записанные в студии, вот именно сольные композиции, мне было... Это был год 13-12, мне, соответственно, было где-то 25, да, 24-25 лет. Нет, однажды со мной познакомился, ну как, мы по работе, я работал в Альфа-банке, и еще тогда на тот момент в Белоролл-банке, и у нас проводило мероприятие, проводило мероприятие одно ивент-агентство, и один из менеджеров этого ивент-агентства. Впоследствии я узнал, что был в меня влюблен, и этот менеджер достаточно долго и быстро, он приехал из региона, и достаточно быстро... Вот есть такие люди, которые хватают бизнес-жилку, он достаточно быстро ушел из этого агентства, основал одно свое, потом партнерство, потом еще одно, еще одно, и там буквально за пару лет себе построил квартиру, в общем, постоянно там, в общем, хорошо себя обеспечивает, и бизнес идет и ладится. И в какой-то момент я узнал о том, что он испытывает ко мне прям, что он влюблен. Он сказал это прямым текстом мне, когда-то мы... Ну, то есть, что-то он, типа, сначала пытался через какую-то дружбу зайти, и как-то вот что-то вот в этом роде, и, значит, мы как-то сидели с ним в машине, и он сказал, что вот, мол, давай я, типа, давай, типа, типа, что-то из серии быть вместе, и все такое. Я честно сказал, что у нас нет коннекта, но вот мы сидим в машине и молчим, и это молчание не про вот, когда молчишь, и, да, молчишь об одном, да, это когда ты молчишь, и не знаешь, что сказать, и ты... Вы вроде, там, что-то в какой-то там... Цирк он меня пригласил, там, мы сходили, я понимаю, что мы... Зашли молча, просидели молча, и разъехались молча, из серии было «Привет, пока!» и... Ну, то есть, нету никакого диалога, и вообще ничего не происходит, и... Он мне говорит, типа, мол, ну, типа, давай, может быть, будем вместе, или что-то в этом роде, я говорю, слушай, я знаю, что ты... У тебя есть бизнес-жилка, я знаю, что если я сейчас буду с тобой, мы сейчас с тобой быстренько сделаем мне карьеру, но, первое, я уважаю тебя, я желаю тебе счастья, и я хочу, чтобы с тобой рядом был человек, который... который будет любить тебя за тебя, а не за твои возможности, не за твои навыки, не за твои... не за твои блага, которые ты можешь мне дать. Я хочу, чтобы у меня было... о чем с тобой разговаривать, я хочу, чтобы нам было с тобой вместе классно, и я... Это из уважения, в первую очередь, к тебе, да и давай про мои блага поговорим. Я не хочу всю жизнь чувствовать, что я... То есть, я хочу, чтобы в меня вкладывали какие-то средства, в меня вкладывали какой-то бюджет, не потому, что со мной спят, а потому, что... в меня верят, потому, что видят мой талант, видят сколько... Какие песни я пишу, что я пишу их сам, что я делаю... Придумываю маркетинг, придумываю рекламные ходы, делаю шоу-программу. Ну, то есть, я с нуля, с нуля сделал проект, который попал на радиостанции, попал на телеканалы, получил медийность, да, получил аудиторию, и... Ну, то есть, любой абсолютно адекватный человек с бизнес-жилкой поймет, что этот человек один сделал то, что делают продюсерские центры большие, с огромным количеством людей, с огромным количеством инвестиций. Когда я был в Москве, я работал с разными артистами. Я знаю, что иногда люди на клип тратят больше, на один клип, который по итогу никуда не берут, тратят больше, чем я на всю свою музыкальную карьеру вместе взятую, со всеми песнями, со всеми клипами, со всеми гастролями, со всеми репетициями, потратили, да, и этот клип потом в итоге никуда не попадает. Я со своим профессионализмом сделал без денег то, что не удается огромному количеству артистов и с деньгами. И для меня всегда было понятно, что это должен быть бизнес-союз, что человек может увидеть во мне человека, который может с нуля без бюджета поднимать проект до какого-то уровня и до того уровня, куда уже нужны просто деньги вливаться, куда должны просто они вливаться по бизнес-стратегии, потому что, ну, невозможно, опять-таки, я уже говорил о том, что Инстаграм не может тебя продвигать бесплатно, туда нужно вливать деньги, да, чтобы больше людей о тебе узнало. Вот у тебя есть старт, у тебя есть старт, без бюджета ты получил вот то, 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 то. Уже гастроли. То есть ты понимаешь, что с этого артиста можно зарабатывать, его уже без, без какого-то вот этого, без тренда, он не попадая в тренды, уже гастролирует. Соответственно, если вложить в него, то можно поднять кучу денег. И именно такого человека, такого партнера по бизнесу я рядом с собой хотел, потому что я могу не просто, пожалуйста, я так люблю петь, пожалуйста, ну, дайте мне денег. Нет, у меня есть бизнес-проект, вот, и я уже доказал, то, что этот проект может быть успешным, то, что на нем можно зарабатывать. Пожалуйста, вкладывайте. Пожалуйста, вот он вам, вот, вот эта франшиза, покупай, делай, приумножай результаты. Мне не нужно, чтобы ко мне кто-то испытывал чувство жалости или испытывал, хотел меня, и только это, благодаря этому, я не буду себя уважать, если я буду знать, что, типа, что я все свои инвестиции получаю через постель, я не буду себя уважать, как артист. Да? Но это сыграло со мной злую шутку, потому что человек сказал, ну, прости, я не могу с тобой делать бизнес, потому что мне будет больно, я буду каждый день, типа, видеть эти, условно, эти губы, которые я не могу поцеловать, там, эти глаза, в которых хочу растворить, ну, там, вот эта вот вся история, да? И я не смогу с тобой делать бизнес, потому что, ну, я испытываю к тебе другие чувства, и я не могу с тобой просто находиться вместе рядом. Я даже здесь мог бы сказать, ну, окей, давай попробуем, давай, да, окей, хорошо. Ну, я сказал, хорошо, ну, тогда, может быть, пройдет время, ты сможешь относиться ко мне равнодушно, и мы тогда встретимся, и что-то попробуем сделать. И этот человек сделал себе карьеру, сделал себе международный бизнес, добился больших успехов. И я понимаю, что если бы тогда на тот момент я сказал, да, давай, у меня было бы сейчас, у меня были бы гастроли, у меня были бы концерты, у меня было бы, было бы все то, что мне надо. Но я выбрал, я выбрал жить свою жизнь честно, я выбрал жизнь, жить по любви. Но неужели это достойно того, чтобы быть за это наказанным? Я честно, я не понимаю. И, конечно, осуждать Татьяну Васильеву за ее выбор я не буду, она не видела для себя другой перспективы. Но в моей жизни, давайте так, шоу-бизнес – это очень сложная система, в которой нет никаких гарантий. Вот есть, я не знаю, вот если ты, не знаю, врач, да, то ты 100% будешь лечить людей. Ну, то есть, если ты сдал все экзамены, если ты прошел все обучение, если ты, если ты все закончил там с золотой медалью, то ты после того, как ты окончил, ты будешь лечить людей, ты будешь это уметь, и ты будешь зарабатывать на этом деньги. Маленькие, большие, но будешь. Да, дальше там уже зависит от других навыков, да, от каких-то soft skills, как говорится, да. То здесь, в карьере музыканта, как бы ты хорошо не пел, как бы ты хорошо не снимал клипы, как бы ты хорошо не чувствовал тренды, да, ничто не может гарантировать, что ты будешь на этом зарабатывать. Ну, все мы прекрасно знаем, огромное количество талантливых артистов, исполнителей, таких талантливых, с такими данными, с такими, с таким диапазоном, с таким качеством исполнения. Но где они? Для того, чтобы кто-то там, я не знаю, как Ян Гэ, например, там, ей нужно было начать снимать какие-то смешные ролики в ТикТоке, блядь, для того, чтобы стать востребованной. Блядь, но сегодня такое время, для того, чтобы, сука, делать то, что ты хочешь, нужно заниматься абсолютно какой-то другой хуйней, для того, чтобы, блядь, делать то, что ты можешь. Ну, вот такое, блядь, время сейчас. И хорошо это или плохо, в один момент в этом можно увидеть возможность, в другой момент в этом можно увидеть какой-то недостаток. Но факт остается фактом. Шоу-бизнес, это та сфера, в которой нет никаких гарантий. И, конечно же, и, конечно же, понятное дело, почему продюсеры спят со своими подопечными. Потому что, ты в этого человека вкладываешь деньги, которые, возможно, тебе никогда не вернутся. И, конечно, ты хочешь хоть какие-то блага от этого человека получать. И, конечно, ты хочешь хотя бы получать от него любовь, секс, отношения, заботу, внимание. Потому что, ты вкладываешь здесь и сейчас те деньги, которые, возможно, к тебе никогда не вернутся. И поэтому для меня абсолютно очевидно, почему там без имен кто-то там спит со своими подопечными. Да потому что, блядь, может этот артист никогда уже не станет популярным. Потому что ты не можешь обещать этому артисту о том, что он станет популярным. Ты просто можешь вкладывать в него деньги. И там уже как повезет. Сложатся звезды, сложится опыт. Есть у тебя вот эта чуйка, нет этой чуйки. А что ты можешь делать от артиста? Что он тебе может дать? Что он тебе может дать? Есть, конечно, артисты, есть люди, давай так будем говорить. Есть такие, есть люди, которым везет. Они суперталантливые и у них есть такой покровитель. Он видит в этих людях такой невероятный талант и готов просто в них вкладывать деньги за то, что... Ну я таких людей, блядь, не знаю. Кто их знает? Ты знаешь их? Я нет. Знаешь человека, которому просто вот так, потому что он суперталантливый. И вот его инвестирует, блядь, вот тот-то олигарх. И тот-то и олигарх не просит ничего взамен. Может быть, такие люди есть. Я их не знаю. Да? Наверняка они есть. Но, ну, блядь, так жизнь складывается, вот опять, сука, все, все, все потное. Как надоело это, блядь. Надел майку только при вас. 29 минут прошло, все потное. Окей. Не буду ничего переделать. Что артист, что по большому счету артист может дать продюсеру, который вкладывает в него деньги? Кроме, ну то есть, я еще раз повторюсь, кому-то, может быть, везет. Есть такие ситуации, в которых вот этот вот продюсер, у него так много этих денег, он вообще их не боится потерять, что просто может их раздавать направо и налево. Ну, давайте предположим, что такая ситуация есть. Ну, знаете ли, вот, ты, зритель, знаешь таких людей, правда, что вот был артист, все артисты, вот которых я знаю, все, все по итогу, если не сразу замуж вышли за своего продюсера, то вот потом в процессе развелись по итогу, даже если были в отношениях, и все равно живут, и спят, и быт строят, и детей заботятся своим по итогу продюсерам. Поэтому, и так везде, и в кино, и в музыке, на что я рассчитывал? На что я рассчитывал, когда говорил нет? Я рассчитывал прожить свою жизнь по-честному, в честных отношениях с самим собой. Я хотел с собой гордиться, я хотел знать, что в меня вкладывают деньги не за то, что я, блядь, обслуживаю, а за то, что я талантлив. Может быть, я недостаточно талантлив, может быть, я не заслуживаю таких, просто инвестиций за талант, я не знаю. Может быть, я встречался не с теми людьми. Но больше всего, если вот говорить опять-таки откровенно на эту тему, больше всего я переживал того, что я предам себя, я пересплю, я буду делать вид, что мне этот человек дорог, буду показывать, что мне это внимание важно, а по итогу я все равно ничего не добьюсь. А вдруг у него не получится? Вот если мы сейчас говорим честно, да? Я думал, а вдруг у него не получится? Я в итоге останусь и себя обманул, и человека обманул, и результата не получил никакого. И все, получается, оказались заложниками какой-то конченой игры. Зачем? Зачем? Притом, у меня были примеры, это же была не единственная ситуация, у меня были примеры, когда еще, по-моему, лет в 19 в интернете я общался с каким-то автором якобы песни Налы Пугачевой, который тоже вот там что-то мне предлагал, и, ну, я говорю, я не знаю, потому что это интернет, может, ну, человек вообще выдавал себя за другого человека, да? Или впоследствии там у меня еще, у меня такие предложения поступали в течение жизни, и я всегда думал, а почему вот вам просто, почему вам просто, не знаю, не предложить сходить в кино? Почему вам просто не предложить вместе провести время, не предложить просто погулять, поговорить, почему нужно меня покупать? Может быть, мы сможем и без этого всего, без этих всех срез, без этих денег просто быть вместе, но нет, выбирали другую позицию, и, конечно, в этой позиции я считал, что... Но где я оказался по итогу? Я оказался ни с чем и нигде. А еще интересная ситуация у меня была, у меня был, наверное, одной из главных каких-то шоков в моей жизни. Есть такая книга, Маркиз Десада, я помню, мне в каком-то возрасте, таком, вот где-то вот рядом с этими событиями, там, типа, 19-25 лет, в этом промежутке времени, я уже точно не помню, дала подруга почитать эту книгу. Есть две книги, одна называется «Жустина» Маркиз Десада, а вторая книга называется «Жюлиетта». Вкратце, если. Начало у этих двух книг одно. Были две дочери у двух в семье высокопоставленных чиновников или что-то такое. Да, и произошла авария, то ли карета там упала с обрыва, то ли что-то такое, я уже не помню, то ли бандиты напали. Короче, дети, вот эти две девочки, остались сиротами абсолютно полностью без денег. И вот они обе решили пойти по разному пути. Одна решила, что все теперь можно добиваться только через секс, всех возможностей в жизни. А вторая решила, что всего можно добиваться через праведность, через честность. И вот когда мне подруга рассказывала предысторию, она говорит, ты про кого будешь читать? Про Жюстину, которая вот пошла через секс пробиваться? Или про Жюльетту, которая решила вот честным путем добиваться себе признания в жизни? Я говорю, слушай, ну конечно, про Жюльетту. Плюс, да, вот у меня там тема Ромео, да, вот эта вот вся, она у меня всегда в голове была. И вот Ромео, Жюльетта, да, типа, что-то такое. И я говорю, конечно, я буду читать книгу про Жюльетту. И я не знаю, знаете вы, кто такой Маркиз де Сад и вообще чем он известен? Вообще он известен тем, что у него вот эти книги, они полны сексуальных, таких каких-то невероятных, жесточайших каких-то извращений. Я сейчас говорю не потому, что я ханжая, потому что реально там какие-то такие ужасные сексуальные извращения описываются. Условно я сейчас просто что-то скажу, чтобы ты понимал или понимала, да, о том. Там, например, была сцена, в которой я там был, я даже пересказывать не буду. Это правда очень-очень-очень мерзко. И, в общем, в этой книге вот эта Жюльетта пыталась, ну вот как-то вот, ее на протяжении всей этой книги пытались склонить к тому, чтобы лишить ее девственности, чтобы ей предлагали какие-то блага, но вот ты только дай, вот дай только. И мы тебе вот дадим то, дадим тебе все. А она вот хранила свою девственность ради вот, ради вот, вот как я прям, да, вот ради, вот чтобы было хорошо. Зачем мне вот отдавать эту, зачем мне давать этот секс, если я просто хочу, просто хочу вот быть, жить праведную жизнь, блядь, сука, как бы это, сука, не звучало бы в контексте моего рассказа, странно и парадоксально, но вот хотелось ей жить праведную жизнь. И по итогу, опять-таки, небольшой спойлер, ей все равно, она попадает все время каким-то извращенцем по ходу жизни, ее постоянно, вот тут, только бандитам она попадает там, где ей говорят, мы тебя, типа, не убьем, только дай. Она говорит, нет. Потом по итогу, то там к какому-то врачу, ебанату, который тоже там, блядь, расчленяет и занимается сексом чуть ли не с трупами. Господи, какой ужас. Я все за нее переживаю, удастся ли ей, удастся ли ей все-таки продвинуться по жизни. И заканчивается книга тем, что где-то там через 10 лет условно, я сейчас могу соврать, не помню. Она встречается с этой Жюльетой, это Жюльетта уже баронесса, вот она уже всего добилась через эту свою пилотку, она уже все там, везде там расставила эту рогатку, уже все, уже всего добилась, и она уже баронесса, и приходит к ней эта бедная, трясущаяся, обветшалая одежда, эта Жюльетта к ней, вот в этот замок, в котором эта Жюльетта, Жюстина живет. И они что-то там только начинают говорить, и на улице молния, и в замок влетает шаровая молния, и убивает нахуй эту Жюльетту. Ну, то есть, она всю жизнь страдала, и по итогу умирает от шаровой молнии. Когда я заканчивал читать эту книгу, я просто, у меня было такое опустошение, просто такой какой-то белый шум просто, я думаю, в смысле, она вот столько лет страдала, берегла вот эту себя, вот это вот все ради того, чтобы по-честному, в любви, просто встретить хорошего человека, и никому не давать, не вот просто вот, все как я, блядь, все как я, я всего этого хочу, я хочу просто, блядь, хороших отношений. И она просто умирает от молнии шаровой. Уже тогда я должен был вынести какие-то выводы, но нет, я продолжил гнуть эту линию, продолжали поступать какие-то предложения, предложения, продолжали поступать какие-то возможности, да, и вот даже сейчас я записываю это видео и понимаю, чего я добился этой своей праведности. Карьеры нет. Вот видосы вот эти истеричные записываю. Никто, блядь, это не ценит. Никто, блядь, не ценит эту праведность. И вот в этом смысле Татьяна Васильевна, наверное, поступила, я пытаюсь все-таки не давать оценки, да, она поступила для себя так, как она видела, как она видела нужным это все. И вот единственное, что там прозвучал вопрос, да, к Васильевой, она говорит, вот Шихман, Ирина Шихман говорит, вот, говорит, а вы не рассматривали никогда свободное отношение, да, вот если вы предпочитаете, ну, то есть если вот вы в браке все время там с режиссером ему изменяли, вот там тому изменяли, этому изменяли, вы не рассматривали для себя модель свободных отношений. Ну, что Васильева говорит, конечно, нет, конечно, ну, как это возможно, ну, то есть как можно изменять и при этом, ну, то есть как можно жить в свободном браке. Я понимаю, что тогда время было другое, да, и, ну, на сегодняшний день, мне кажется, это абсолютно вот скорее логичным решением, то, что если ты по своей собственной воле спишешь с режиссером, да, и как она говорит, муж об этом знал, да, но тоже молчал, ему было удобно делать вид, что он не знает, хотя он все знал, потому что она его содержала на тот момент. Мне это тоже история очень знакома. И еще будет очень важно сказать про какие-то подмены, да, я вот очень хотелось об этом сказать. Выбирая вот эту жизнь без... якобы в правде, да, якобы выбирая эту жизнь в правде, вот я жил одно время и встречался в отношениях с творческим человеком, с которым мы вместе пытались сделать музыкальный проект. И ведь я понимал, что это не совсем про любовь. Да, мне этот человек симпатичен, да, да, мы с этим человеком шутим, что-то у нас классно, весело, что у нас что-то получается, что, ну, по большому счету, я понимаю, что этот человек, он не... Я с ним не потому, что я хочу с ним быть, а потому, что он вместе со мной хочет сделать вместе музыкальный проект. И мы живем этой целью, мы как-то вместе, мы в одном направлении дышим, смотрим. И я понимаю, что вот если убери вот сейчас, если вот замени мне этого человека по функционалу другого, другим, наверное, ничего, ну, то есть, я смогу, и мне не нужно будет заниматься сексом, то в принципе, я смогу, смогу с этим человеком быть вместе и... Господи, в смысле, смогу просто работать, и мне не нужно будет заниматься сексом, да, вот это вот все. Я вот понимаю, что иногда мы часто... За себя буду говорить, да, часто я заменяю вроде бы одно понятие другим. Вот я говорил, что мне было бы важно, чтобы в моих отношениях, да, со мной человек видел меня, а не тело, да, мои интересы, да, а не секс. Мы талант, да, мое призвание. И хотел со мной делать дело не за что-то. И при этом, вот я сейчас говорю, что у меня были отношения с человеком, с которым мы просто вместе хотели сделать проект музыкальный. И вот это нас сдерживало. И вот это вот про какой-то обман, самообман. Я понимаю, что будь другие обстоятельства, мы бы повстречались два месяца и разошлись бы, потому что сначала он просто весело, интересно, да, там классный секс, а потом ты понимаешь, что вас сейчас сдержит только ваш муз... Что нас сдержит вместе только этот музыкальный проект. Что и я увидел этого человека с других сторон, мне он не близок, и я бы, наверное, не хотел, и мне и подходы уже эти не близки, и в отношениях мы, у нас разные ценности, и круг общения у нас разный, и нас по большому счету, кроме этого проекта, уже вместе ничего не держат. Но мы еще год делали вид, то, что мы друг друга любим. Потому что, и я честно сейчас говорю, уже спустя какое-то время, что это было, но просто потому, что я уже начал делать этот проект вместе с ним. И как-то я не могу сейчас без него продолжать это все. И чем это все обернулось мне? Тем, что я продолжал играть в эту игру, а он просто меня бросил. Он перестал играть в эту игру, и он начал жить свою жизнь. Не ради какого-то долгосрочного успеха. И, конечно, в этом плане он сильнее и мудрее. Я пытался делать вид из себя, что я люблю. Я пытался даже какое-то количество времени после того, как мы разошлись, сделать из себя жертву. Мол, я жертвовал собой ради наших отношений. В смысле, даже вот сложно объяснить, чем я жертвовал. Я типа, я соглашался на его недостатки ради большого результата, а он просто не соглашался на мои недостатки ради большого результата и пошел заниматься тем, что он увидел для себя новую цель. Вот, да. И где вот эта разница между спать в таком случае за карьеру, или просто делать вид, что тебе человек интересен, потому что какое-то время, вам два месяца было вместе классно, просто потому что вместе классно, а потом просто вы увидели одну общую цель, и уже вы в отношениях не ради себя, а ради этой цели. И мне кажется, честно, хотя бы честно, в какой-то момент себе в этом признаваться. Не знаю, понял ли или поняла ли ты, о чем я здесь говорил все это время, но вот я начинал с того, что задали ей вопрос, почему бы вам не выбрать свободное отношение? И я вот тоже сейчас думаю, почему я вот совсем недавно в Хорнете видел такой пост на тему того, что человек пишет, что если вот ты сам себя обеспечиваешь, и ты, в принципе, можешь сам себе все позволить, там, одежду, отдых, ну, я не знаю, что еще, одежду, отдых, жилье, в общем, если ты полностью сам себя обеспечиваешь, и независим, зачем тебе отношения? Если ты в этих, если ты сам себе можешь дать все, приготовить эту, там, яичницу, или, я не знаю, в общем, сделать себе завтрак сам, то отношение становится, то вступить в отношения тебе может позволить только тот уровень доверия, взаимопонимания, который ты не можешь получить один, да, то есть в отношениях должно быть что-то настолько большее, такой, такой, какой-то глубинный уровень взаимопонимания, да, и я с этим согласен, я вот только пытаюсь понять, куда-то я в своих рассуждениях далеко ушел, возможно ли, грубо говоря, это, да, да, отношения, они, я для себя понял, что в жизни нет ничего постоянного, по крайней мере, пока, вот на своих 34 года, я понял, что в жизни нет ничего постоянного, мы встречаемся с людьми, встречаемся мы с ними на день, на три месяца, на два года, я сейчас говорю не только про отношения, я говорю про дружбу, про партнерство, про работу, да, мы встречаемся с людьми, и потом в какой-то момент наши пути расходятся, ну, так получается, у нас очень много разных социальных факторов, которые на нас влияют, мы меняем свою точку зрения на одну и ту же вещь, нам становится сложно, да, появляется вот все больше и больше новых тем для того, чтобы сделать нас разными, да, там, кто-то к феминизму как-то относится так-то, кто-то к сяк-то там, кто-то к политике, кто-то к президенту, кто-то, и мы все время, все время сталкиваемся, нас сталкивают вот этими мнениями, вот вроде мы жили себе спокойно, и потом бац, в один момент нужно, блядь, решить, ты за Лукашенко или против, и все, и, блядь, больше у тебя нет никакого варианта, и почему-то твоя жизнь должна разделиться, блядь, на до и после, сука, ты не хочешь, блядь, ее делить, ты хочешь дружить со своими друзьями, и все, но нет, социум, твои друзья, или что-нибудь еще, должны тебя сразу, тебя должны к этому, и тебе, и твои друзья тебе не дают выбора, ты либо с нами, либо не с нами, и нахуй у меня такие друзья, которые делают, не вне зависимости, за что они, против они, за они, они меня ставят перед выбором, я считаю, что настоящий друг не будет ставить тебя перед выбором, мы с этим другом, блядь, там, не знаю, вместе голодали, вместе, блядь, после школы, там, висели на турниках, после школы, там, в университете вместе друг друга, там, давали списывать, я не знаю, обсуждали первую любовь, первый секс, первую депрессию, там, сложные проблемы, и сейчас, блядь, Лукашенко, блядь, должен стать моей какой-то, вот, вот этой точкой, блядь, невозврата, почему ты перечеркиваешь всю мою жизнь, все наши с тобой взаимоотношения, ради этого вопроса, почему, почему просто его нельзя переступить, но нет, мы, в какой-то момент, так наша жизнь складывается, не всем это дано, не у всех есть такой уровень мудрости, это я в том числе и про себя говорю, я не могу оставить свою жизнь такой, как прежде, и поэтому мы встречаемся или расстаемся, просто почему привел пример Лукашенко, потому что самая такая яркая, ярко выраженная тема, но таких тем может быть, к сожалению или к счастью, но получается так, что даже из-за феминизма ты можешь перестать общаться с кем-то, как бы это парадоксально не звучало, казалось бы, вы, блядь, вместе, я не знаю, вместе пытались там, не знаю, выжить, там, да, а расстаетесь, блядь, перестаете общаться из-за феминизма, блядь, что, что происходит, что у нас в головах, это так сложно все, но это, конечно, высокий уровень какого-то там, да, когда ты уже состоялся как человек, да, как личность, тебе, тебе вот эти вот все старые переживания, ты уже думаешь о высоком, ты уже не думаешь о том, как тебе поесть, да, ты думаешь о высоком, и для тебя это высокое становится более важным, чем то, что вот было, чем тот опыт, который был с тобой рядом, так вот я к чему это все говорил, что часто люди, нам дано с кем-то провести там день, с кем-то три дня, с кем-то три месяца, с кем-то три года, с кем-то 30 лет, с кем-то всю жизнь, да, и вне зависимости от того, сколько лет прошло, не нужно перечеркивать, говорить, вот я подал три года жизни, мы провели счастливо там три года, допустим, и дальше наши пути разошлись, не надо сделать из этого трагедию, и не надо пытаться, не надо пытаться обесценить это, да, можно просто сказать спасибо тебе за эти три года, за это счастье, за это горе, за этот опыт, и пойти дальше, и увидеть что-то классное, счастливое в новых возможностях, ты когда увольняешься с работы, ты же не, блядь, не делаешь из этого трагедию всей жизни, хотя иногда бывает и такое, да, но когда это касается человека, нам кажется, что дальше жить невозможно, и вот в этом плане я хотел сказать про, про свободные отношения, да, часто мы, вот так жизнь складывается, да, что привыкаем, какие-то ставки растут, да, становится скучно, становится, хочется чего-то нового, хочется где-то быть, хочется, кто-то скажет распущенность, да, кто-то скажет, а кто-то поймет, да, и иногда, может быть, выходом для того, чтобы спасти какие-то отношения, может стать действительно неизменно, неизменно, вот что важно, а свободные отношения в том плане, что вы в доверии друг с другом можете пойти, там, встретиться, втроем, в четвером, в десятером, как угодно кому, либо просто по отдельности друг от друга, но сделать это для того, чтобы ваша жизнь, ваши отношения стали крепче, потому что каждый из нас, может быть, не каждый, ну, вот я буду за себя говорить, опять-таки, не хочу обобщать, я вырос на сказках про про Золушку, да, вот про этого принца, про Белоснежку, да, когда вот появляется принц, и вот вы с ним всю жизнь, но никто же не рассказывает в этих сказках, да, когда ты вырос без родителей, ты не знаешь, как строятся счастливые отношения, и ты строишь свою жизнь по домыслам, по сказкам, по вымыслу, по большому счету, да, у тебя нет живого примера, и ты все время видишь перед собой вот эту историю, там, где принц и принцессы встретились и живут счастливо, а как они, блядь, живут, как у нее там, как она рожает, послеродовая депрессия, кризис там двух лет отношений, там, измены, неизмены, вот эта влюбчивость других людей, там, умирают родственники, там, происходят неизлечимые, там, случайно, случаются болезни, да, после брака, вот после вот этого, вот, блядь, и жили они долго и счастливо, есть целая жизнь, вот ей там было 16 лет, этой принцессе, или 18, окей, она встретила этого принца, потом они до 80 лет прожили как-то вместе, это, блядь, целый путь, почему про это никто не рассказывает, и может быть, для того, чтобы сохранить им эти отношения, им понадобилось, блядь, и, я не знаю, и пописать друг на друга, я не знаю, и там, может быть, и сходить налево, а может быть, и втроем встретиться, а может быть, и дилда купить, а может быть, и отстрапонить этого принца, а может быть, ему понадобилось, там, блядь, после, и молокоотсос, и, может быть, ребенок был не запланированный, и вот это все, и, может быть, умерла, и близкие родственники оставили, и еще что-нибудь произошло, вот это все является частью нашей жизни, и пока мы все вот это отрицаем, пока мы все это порицаем, пока мы делаем вид, что это нас не касается, что, я вот иногда смотрю на артистов, которые там начали, там, условно, вот возвращаясь к нашей теме, спать с продюсерами, вот как же он такой старый, она вот такая молодая, а потом, когда начинаешь читать эти истории, этих жизней, там, я не без имен, там, девушка выросла в многодетной семье, там, отец инвалид, мать одна зарабатывает на всю семью, на трех детей, или на четырех, там, и потом ты понимаешь, из какого дна человек вырос, что человек не ел, не пил, донашивал за всеми сестрами свою одежду, и потом встретил в своей жизни одного единственного продюсера, который был готов за секс, там, продвигать и так далее, а может быть они были влюблены, кто знает вообще на самом-то деле, но ты понимаешь, почему человек на это пошел, потому что, блядь, человеку нечего было есть, человек знает, как в каком дне он находится, и конечно будет человек готов, ради хотя бы того, чтобы, сука, поесть этой, блядь, хотя бы раз в жизни этой красной икры, хоть узнать, как она, какая она на вкус этих лобстеров, блядь, полетать на этом частном самолете, узнать вообще, как это, человек готов, блядь, переспать с пожилым человеком, просто, потому что такая же жизнь была у него тяжелая, потому что мать не думала, зачем она рожает этих детей, зачем она рожает четверых детей, чтобы они мучились, и потом им нужно было бы потом спать этими старыми пожилыми людьми в лишает их выбора лишает их возможности но как говорится вот кого лишает кого нет вот меня мать тоже родила не думаю бросила потом на бабушку да и как-то же я я выбираю себе не спать с этими старыми дядями опять-таки без эйджизма ничего плохого не вижу в возрасте я еще раз говорю человек может быть пожилым может быть здесь дело не про внешность здесь дело про то что было если есть ли о чем поговорить вот если о чем поговорить когда есть вот это вот о чем помолчать вместе да можно спать с кем угодно можно построить отношения хоть блин не знаю даже не знаю что сказать понимаешь хоть с прадедушка если тебе есть как-то я слышал такую историю про то что мне рассказывали про уже не помню про какого-то одного очень некрасивого но очень умного режиссера и вот что-то общий мой друг спрашивал там типа этой девушки которая с ним спала это что-то вот в нем нашла гритт и она отвечает ему когда он говорит когда он говорит я готова просто вот отдаться ему в эту же секунду мне уже все равно на эти морщины на эти вот я это понимаю я это понимаю что человек готов когда есть о чем поговорить но когда вот тебе предлагают только вот давай вот я тебе сделаю карьеру но при этом я буду выходить приезжать в золотую клетку разве не это лишь какой-то парадокс а или если уже такие отношения почему не выбрать так таком случае свободное отношение почему тогда не не поговорить слушай да я ты я готов с тобой спать ради карьеры вот даже готов делать вид что мы с тобой в отношениях но давайте давай я буду ходить на сторону трахаться с красивыми парнями с интересными другими людьми и тогда и тогда мы будем с тобой в гармоничных отношениях это будет честно да ну кто кто согласится на это если честно да и ну хотя может кто-то бы согласился я же не задавал такой вопрос много намешал здесь этих тем я вот понимаю что вот записывая выкладывая это видео мне кажется что уже не один нормальный человек я я же в свою жизнь пытался всегда хотел построить каким-то самодостаточным успешным талантливым человеком с которым не в первую очередь будет интересно мне кажется чай который посмотрит это видео если такой человек посмотрит это видео он подумает блять какое дно если я сейчас начну встречаться сейчас же теперь все будет знать про то что все все будут все будут знать его минусы недостатки и все будут знать что если с ним встречаюсь другой стороны нахуй мне такой человек который будет меня стесняться ну вот такой вот я есть такой вот я родился блять тупой умный не важно мне вот такой я есть ну что мне сделать так что себе записал еще ну вот про честность да вот а вот иметь гастрольную жену вот как рассказывала ведь на самом деле мало кто понимает как этот бизнес устроен ты со своим там я не знаю концертным директором условно выезжаешь из на гастроли и тебя месяцами просто вот по стране водит до в это время твой муж или твоя жена с кем они все это время находятся и очень было бы было бы классно если бы можно было выключить этот вот сексуальная жизнь вот эту галочку да там эту кнопку тумблер да и поэтому мало кто себе представляет что человек который это вот для обывателя кажется что вот они поездили по гастролям что и потом вернулись домой круглосуточные люди в поездах в самолетах вот это вот проводят время сидя на жопе потом репетиции 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 так все время все люди хотят оторвать тебя кусочек и при этом рядом с тобой есть какой-то один человек который может хотя бы понимает чем ты сейчас живешь вот у тебя есть там муж или жена твоя дома которые тебя ждут да есть только один человек там концертный директор с которым ты постоянно вместе находишься который понимает вообще что ты испытываешь на самом деле конечно оттуда и появляются вот эти все гастрольные романы вот эти все вот эти вот истории про как как бы к вокалистка становится женой по итогу потому что она с тобой поживет твою жизнь твоя жена ждет тебя дома да у нее дети это все и наверное в этом плане было бы честно наверное было бы честнее если бы жена знала о том что у тебя есть роман на стороне и так далее и тому подобное если ты потому что это тоже определенный уровень но не может человек ездить по гастролям несколько месяцев и и хранить эту верность но это физиологически блять невозможно вот это говорит человек который никогда никому не изменял свою жизнь но я и не ездил на гастроли по несколько месяцев вот татьяна говорит о том что она не представляет свою жизнь с мужем потому что это лишняя обуза да и никогда не ни один мужчина ей не восполнит то что дает ей карьера конечно я с этим не согласен и мне запомнилось очень сильно одно выражение из вот к сожалению забыл я забыл я с кем это было интервью по-моему с юрием бардышем что люди может быть я сейчас ошибаюсь ему задали вопрос кого ты считаешь хорошим продюсером и может быть это не он все таки было не помню по моему дудя это было ощущение кого-то читаешь хорошим продюсером и вот этот человек ответил так я считаю что он вспомнил леонида бурлакова продюсера земфира в прошлом у метролля этот человек вспомнил бурлакова и и обосновал это тем что у настоящего продюсера который действительно хороший продюсер вот он может построить и свою жизнь личную классно и работу да и в него не будет вот этих перегибов постоянных что либо работа либо я жертвую всей своей основной жизни у меня только работа либо только же либо только личная жизнь и никакого успеха в работе вот этот человек это как леонид бурлаков тот у которого и на работе все классно и дома гармонии все по полочкам прошу прощения и вот мне эта позиция близка я считаю что это конечно очень сложно построить ну я не хочу говорить вот ну типа сложно не хотелось бы чтобы это было легко но пока вот жизнь складывается таким образом что сделай так чтобы и твои отношения были самодостаточными и карьером было и все это вместе уживалась в одном пока я я не примеров таких не видел и и сам себе не представляю и конечно в этом плане я с татьяной васильевной с татьяной васильевой и могу и согласиться относительно того что либо одно либо другое да но при этом мое внутреннее вот этого дома это вот уже жилетта вот это внутренне говорит о том что может быть и в работе честно все и отношения по любви и именно наверное поэтому я записываю видео потому что хочу сказать о том что я хочу чтобы в моей жизни и карьера и отношения не были я не знаю как это совместить но я не хочу чтобы я уезжал на гастроли чтобы не появляться дома или уезжал из дома чтобы не появляться на гастроли короче вот это вот всего я не хочу я хочу чтобы я знал что дома у меня любимый человек или на работе со мной любимый человек но это любимый по-настоящему человек и это не потому что я вот так хочу делать вид а потому что так оно и есть и возвращаясь все-таки к началу так все-таки харассмент этот это нормально или нет да можно ли говорить о том что режиссер один гениальный акт актрис много но это каждый решает себе сам каждый сам я понимаю что татьяна васильева выросла в семье там где с детства и воспитывали низкую самооценку вот но возможно именно благодаря этой низкой самооценке она и добилась таких успехов потому что она считала что она должна спать с режиссером вот чтобы чего-то добиться в жизни она должна быть благодарной если не благодарна то есть если она не будет благодарной то ничего не получится но тут сложно правда сказать а была бы она действительно стала бы она той самой татьяна васильева если бы не не вот эта история никто не знает и она не знает и поэтому конечно говорить об этом на сто процентов невозможно но и поэтому и осуждать ее за это сложно конечно мне эта позиция не близка конечно я не считаю что нужно во главу на мой взгляд всегда это очень слой это очень просто сказать когда что ты что есть талантливый режиссер но если ты однажды поставишь себя позицию режиссера а мне это как человеку который помимо того что я работаю как актер я работаю еще и как паркетолог и создаю рекламу и когда вот ты себя ставишь в позицию режиссера у тебя не не абсолютно не очевидна история про то что ты что любая из 50 вот этих талантливых актрис может стать примой ты думаешь блять хоть есть из этого дна хоть одна какая-то потому что вот этот недостаток у этот этот недостаток но я сейчас говорю не потому что я ищу в людях недостаток я сейчас говорю про максимальный match продукта да ты же надеюсь понимаешь меня что у режиссера есть задача у него нужно чтобы этот типаж эта роль соответствовала этой задаче этой 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 вот этой вот этой вот этой и ты понимаешь что вот в это есть вот условно вот эти два момента а это нет это не говорит про про недостатки человека это говорит про совместимость с ролью да и вот в этом человеке этого нет в этом человеке этого нет этого этого и когда ты ставишь себя на на позицию режиссера или продюсера ты понимаешь что блять все они не подходят нужно выбрать максимально подходящую из того что есть либо можно объявить дополнительный кастинг правда я столько и проектов сделал и не было ни в одной из актрис или актеров которые я которых я выбирал утверждал никогда не было стопроцентной уверенности что это тот человек который есть я всегда выбирал лучшее из того что было и соответственно в этой парадигме поддерживать позицию татьяна васильева о том что режиссер может сделать приму из любой неправду это не так и он выбирает тебя не просто так может быть он выбирает тебя чтобы последствия затащить в постель может быть он тебя выбирать потому что он действительно не видит самый лучший вариант и это и это не так мифично как могло бы быть показаться если бы татьяна васильева попробовала хотя раз сама стать режиссером может быть она была я не знаю она бы поняла что ни хрена она не ни хрена не не из каждой актрисы можно сделать приму именно поэтому наверное у меня такое отношение к сексу за какие-то блага потому что ни один человек по большому счету тебе ничего не может пообещать да и для меня было бы лучше если бы если бы все это было по-честному как вот сейчас есть еще записываю по-честному ну и по большому счету то она выгнал ее до опять-таки за ревность другому человеку из этого театра ну на чем все начиналось тем все и закончилось так какие я делал себе еще заметки на всем это в интервью я уже тут не буду разбирать эти истории как вот она платит за мужчин это все про про низкую самооценку это все про низкую самооценку здесь вообще абсолютно вина не мужчина она сама их этих мужчин выбирает и в том числе этой проблемы моей личной жизни в том что из-за низкой самооценки я себе выбирал всегда людей не всегда в принципе в принципе я сейчас не в отношениях потому что я не хочу выбирать себе просто потому что чтобы у меня было кому стакан воды подать я мне сейчас от отношений совсем другое другая потребность не и и я уже говорил об этом немножко раньше так сейчас я почитаю заметки потому что там было много очень важных я вот хотела рассказать вот на тему да вот мы сейчас вот мы коснулись этих отношений да про то что я сам себя всегда себе вот она говорит тоже что невозможно чтобы дома было все классные на работе все классно я вот вспоминаю свои самые первые отношения из-за огромной неуверенности в себе я выбрал себе человека который просто показалось что ну там первый первый месяц условно показывал свое очень большое какой-то любовь у нас не было общих интересов и музыка на мне нравилось и и внешность не не подходила но я настолько был вот я же рассказывал про то что вот меня насколько надо мной издевался отчим насколько у меня вот бросила мать насколько вот меня все это был буллинг вот насколько вот я один месяц почувствовал эту любовь и вот эти следующих шесть лет я просто как в каком-то долгу перед этим месяцем одной любви вот как будто бы служил до человек жил у меня дома ну порицал меня за то что я не работаю за то что я я я себе поставил цель не выходить на нелюбимую работу вот с ровно все то же самое что я записывал в прошлом видео я занимался тогда веб-дизайном вот но мне говорили я ходил на собеседование меня не брали да вот это сейчас сложно представить сейчас вот будет дизайнер до сих пор это одна из самых востребованных и в принципе высокооплачиваемой профессия уже в 16 лет 17 занимался веб-дизайном сам рисовал сайты меня не брали на работу мне говорили что это не мое портфолио что я соврал не давали мне тестовых заданий и я сидел без работы месяцами где-то получал иногда на фрилансе какие-то заработки да и мой молодой человек вместо того чтобы поддерживать меня он не говорил сергей тебе нужно срочно выходить на работу тебе нужно пойти вот грузчиком всегда можно устроиться вот можно всегда устроиться кладовщиком или думаю нахуя я получаю театральное образование я хочу работать актером режиссером певцом я я хочу уже в конце концов веб-дизайнером да но но вместо того чтобы поддерживать меня мои мое желание до быть заниматься тем что я люблю чакми на третировал и говорил нам нужно платить за квартиру он жил у меня дома и он не платил за квартиру ну то есть он как минимум за счет того что живет у меня дома мог хотя бы какую-то испытывать моральную моральные моральные да какой-то долг перед тем чтобы каким-то образом его восполнить ну человек этого долго не испытывал у меня третировал что он тебе нужно пойти еще на работу еще пойти и ещё еще пойти. Я же не могу пенять сейчас на этого человека. Я сам его выбрал. Я сам выбрал человека, который будет меня доводить. А почему я это сделал? Потому что у меня была низкая самооценка. Потому что я бы сказал бы, да иди ты нахуй! Или вообще сказал бы, спасибо большое, пока. Без оскорблений. Я бы сказал бы, большое спасибо, пока. Я хочу заниматься театром, тебя что-то не устраивает, до свидания. Хочешь идти грузчиком работать? Иди. Не хочешь, не иди. Человек заставлял меня, а я на это соглашался. И возможно сейчас все вот эти проблемы, которые у меня есть в реализованности. Потому что я пять лет своей жизни, пока учился в университете, я работал не по профессии, не на сценической площадке работал, не на съемочной смысле. Не актером, не помощником режиссера. Я ходил, блядь, грузил, блядь, какие-то, блядь, бутылки, блядь, в магазине. Работал, блядь, клеил эти билборды. Чтобы, чтобы, чтобы моему парню было, чтобы он не чувствовал ответственности за чем платить за квартиру. Хотя за квартиру блядь, блядь, мог заплатить и он сам. Если ему так хотелось. Это было нужно не мне, а ему. Ну, и так я и говорю про что. Что тут скажешь? Я сам выбрал себе эту историю. Да? И опять-таки Когда я... Когда я... Когда мою песню взяли на радио, первую, да? Когда... Впоследствии, кстати, когда я начал зарабатывать на жизни, я тут же шел от этого человека. Ну, как тут же? Мы первый раз расстались, да? А потом я как... Все равно по какому-то вот этой... Вот это вот про созависимость, да? Когда ты вроде с человеком быть не можешь вместе и можешь одновременно, и точнее и без него не можешь, начинается какая-то вот ебаная конетель, да? Когда у тебя нет возможности там... И ты не знаешь про психотерапию, не знаешь про самоуважение. Начинается вот эта вот история про... Ну, в общем, я хотел сказать о том, что как только вот я начал зарабатывать те деньги, которых так он от меня требовал, я, собственно, и избавился от отношений с ним. Не знаю, наговорил уже на час 16. Много тем хочется к чему-то подвести. У меня еще так много всего записано. Хочется... Хочется к чему-то подвести, да? Я, наверное, сделаю второе видео, чтобы... Чтобы осветить остальные подробности этого... Моего мнения относительно этого интервью. Хочется сказать так. Пускай это видео закончится тем, что... Вот это тема харассмента, да? Здесь важно, чтобы каждый человек жил в гармонии с собой. Вот если Татьяне Васильевне было комфортно, если сейчас она говорит об этом без стыда, да? И ей так комфортно жить. И я поддерживаю ее мнение. Она очень неглупая женщина. И очень смелая. Очень честная. В моей жизни я пока еще не пришел к какому-то результату. Я нахожусь... Я нахожусь... Где-то... Не могу сказать даже... На середине, в начале. Я не знаю, где я нахожусь. И мне пока сложно делать выводы о своей жизни. Единственное, что я точно знаю, что... По-другому больше невозможно. Я больше не могу молчать. Больше не могу... Не могу больше делать вид, что все нормально. Что все будет... Что пока я буду сидеть и говорить о том, что я... Святой, да? Что... Я пробовал уже так. Ничего не получилось. Я могу говорить только честно. И посмотрим, что будет дальше. Будет хуже. Ну, значит, такова солярия. Станет лучше. Ну, посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok